Перед началом праздничного концерта, посвященного Дню Защитника Отечества, в фойе Дворца культуры своей экспозиции представили два местных военно-патриотических клуба – «Ратник» и «Застава». Их воспитанники демонстрировали находки, привезенные из экспедиции – оружие времен Великой Отечественной войны. Владимир Ивлев, когда-то просто участник клуба «Застава», сейчас помощник руководителя, решил не бросать военное дело и, поступив в высшее учебное заведение на факультет безопасности жизнедеятельности, считает важным с самого детства прививать культуру любви к родине. Клуб был создан, наверное, больше для мальчиков, но и девочки у нас там тоже есть. Мальчикам это предармии пригодится, то есть у нас должны вылезти истинные защитники родины. Тем более в сегодняшней мировой обстановке, мне кажется, патриотизм как никогда нужен. С древних времен армия шла рука об руку с церквью. В России восстанавливается институт духовенства. Более двухсот священников служат в воинских частях страны. Многие рода войск имеют своих божественных покровителей. Илья Пророк, Андрей Первозванный, Николай Чуватворец, князь Владимир. Войны носят имена, медали наградные в честь адмирала Ушакова и так далее. И главные награды страны – орден Андрея Первозванного. Поэтому мы вместе, и в эти дни, конечно, поздравления и благодарения передаем нашим защитникам. Для них песни, танцы, ну и наши молитвы. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. В этот день глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил виновникам торжества благодарственные письма и грамоты. Поблагодарил за самоотверженность и отметил значимость их работы в такое непростое время. Это те люди, которые в прямом смысле защищают родину. Есть такая профессия, как звучит в том фильме. И сегодня мы, конечно, будем говорить слова благодарности. Тем более, то, что мы видим актуальность этой профессии. И той миссии, которую они выполняют, исполняют, она не потеряла актуальность. События последних дней это подчеркивают. Это бесконечные слова благодарности, но нам всем, наверное, хочется пожелать мира и добра. Праздничный концерт продолжился выступлениями местных творческих коллективов. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.